В эфире программа iNews в студии Максим Никитин. Самые интересные новости из мира науки и высоких технологий прямо сейчас. Нашумевший чат GPT стал еще умнее. Вышло обновление искусственного интеллекта. Робот-гуманоид готовится к соревнованиям по футболу. Первые фото самого засекреченного продукта компании Apple. Вышла новая версия одного из самых популярных чат-ботов с искусственным интеллектом — чат-бот GPT. Теперь это работает на базе языковой модели GPT-4, с которой нейросеть стала еще умнее. Разработчики говорят, что теперь искусственный интеллект работает почти на уровне мозга человека. В новой версии нейросеть может не только работать с текстом, но и с фотографиями, но отвечает вот пока еще только текстом. Чат GPT может понимать, что изображено на снимке или рисунке, и учитывать эти данные при решении задачи. Например, вы можете попросить нейросеть написать код для сайта, который вы сами нарисовали. Можно попросить нейросеть собрать все данные в виде таблиц, схем или диаграмм, хотя с этой функцией вполне справляются и обычные офисные программы. Пофиксили и ошибки. По словам создателей, чат GPT теперь меньше врет и дает меньше фактических ошибок. Например, искусственному интеллекту удалось сдать экзамен на адвоката лучше, чем 90% людей. Также нейросеть реже сходит с ума и не переходит на личности. Разработчики предупреждают, что GPT-4 еще не совершенная языковая модель. И что во многих сценариях она уступает людям. Пользователи отмечают, что даже если бот в чем-то ошибается, то все равно склоняет к своей правде и настаивает на своей правоте. Робот-гуманоид готовится к соревнованиям по футболу. Инженеры из Калифорнийского университета показали, как проходит его тренировка. Ранее Артемиса, так зовут робота, называли самым быстрым. Скорость его передвижения достигает чуть больше двух метров в секунду. Он может бегать, прыгать, кувыркаться, ходить по неустойчивым и неровным поверхностям. Сейчас робота готовит к футбольному чемпионату RoboCup во Франции. Двигается робот при помощи приводов, которые имитируют поведение человеческих мышц. Они упругие, в отличие от жестких приводов роботов других производителей. А еще они электрические, а не гидравлические, что позволяет двигать конечностями бесшумно. Такие приводы более износостойкие и не оставляют масляных следов, заявляют производители. На ногах аппарата установлены датчики силы, которые помогают машине сохранять равновесие. У гуманоида также есть гироскоп и камеры, которые помогают ему воспринимать окружающее пространство. Компания Apple готовится выпустить собственные VR-очки. Обсуждения вокруг этой темы ходят уже давно. Инсайдеры уже сливали в сеть некоторые данные о ходе создания новой гарнитуры. Теперь в интернет попали, как утверждается, настоящие фотографии шлейфов, которые разместят в дужках очков. Плоские шлейфы будут использоваться для соединения материнской платы с камерами, аккумулятором и дисплеями. Они будут находиться вокруг глаз пользователя. На второй фотографии изображены три камеры. По всей видимости, две из них будут по бокам, а третья посередине, прямо над носом пользователя. Это будет использоваться для понимания окружающей среды. Эксперты считают, что фотографии настоящие. И эти элементы действительно будут в самом засекреченном продукте компании Apple. Так как плоская форма деталей действительно похожа на те компоненты, которые производитель уже использует в других своих устройствах. Очки виртуальной реальности должны официально представить уже в этом году. В июне должны рассказать о их возможностях, а в сентябре традиционно представить сам девайс. Аналитики считают, что очки будут стоить больше двухсот тысяч рублей. Это были все самые интересные новости из мира науки и высоких технологий. Смотрите нас каждый день на телеканале Татарстан 24 и будьте в курсе всех новинок IT-индустрии. С вами был Максим Никитин. До новых встреч!